Приближается конец года, и, следуя нашей традиции, мы объявляем вторую ежегодную церемонию X-Delayed Game Awards открытой. С 3 по 29 декабря подписчики нашего сообщества ВКонтакте голосовали за лучшие игры 2018 года. Всего было 16 номинаций. И вот мы подвели итоги и готовы поделиться результатами с вами. Лучшая стратегия 2018 года Год выдался богатым на самые разнообразные стратегии, но всех с большим отрывом обошел Frostpunk. Игра от польских разработчиков, известных по серии Anomaly и This War of Mine. Именно развитием идей последней и занялась 11-Bit Studios в новом градостроительном симуляторе в постапокалиптическом стимпанк-сеттинге. Сюжет разворачивается в конце 19 века, когда из-за извержения вулканов начинается глобальное похолодание. Мы в роли главы одной из групп выживших добираемся до специального генератора в Арктике, способного обогревать некоторую площадь вокруг, при этом сжигая уголь в промышленных масштабах. А так как ресурсов постоянно не хватает, а холода становится все лютее, то приходится регулярно принимать непростые решения. Построить более теплый дом или лучше новую шахту. Заставить детей работать или наоборот, уберечь их от каторги. Игра получилась крайне увлекательной и при этом сложной, зачастую излишне сложной, что кого-то в общем может оттолкнуть. Но как иначе может быть в игре, где весь мир остался под тоннами снега, а горстка выживших ютится у технологичной буржуйки, чтобы протянуть хотя бы еще один день? Недавно вышла и бесплатная DLC с новой компанией, где градут безысходности еще сильнее повысился, как и сложность. Любителям жанра такое пропускать совершенно точно не стоит. Лучший шутер от первого лица 2018 года За победу в этой номинации отчаянно боролись Call of Duty Black Ops 4 и Far Cry 5. Победителем вышел последний, и вполне заслуженно. Far Cry 5, после не самой удачной Primal, вновь вернулся удивлять и поражать своих фанатов. На замену тропическим лесам и заснеженным вершинам пришла провинциальная Америка, вместе с религиозными сектами и обозленными реднеками. Игрок оказывается втянут в войну между безумной сектой и сопротивлением местных. Far Cry 5 стал как больше, так и динамичней. Выросший парк автомобилей и множество нормальных дорог позволяет гораздо быстрее перемещаться по округу Хоуп, чем ранее в серии. А большой арсенал еще и способствует более эффективно свергать тиранию неугодных элементов. Да и в целом стрелять стало приятней. В итоге перед нами все тот же любимый всеми Far Cry, который мы помним по третьей и четвертой части. Но еще лучше, еще больше и еще веселей, чему помогает обновленный режим кооператива. Если вы искали себе хороший шутер на новогодние праздники и еще не играли в пятую часть сериала, то вы его нашли. Лучшая ролевая игра 2018 года Kingdom Come Deliverance Ролевая игра про настоящее средневековье, без эльфов и драконов, от чешской студии War Horse Studios, основанной выходцами из команды, подарившей нам Мафия и Мафия 2. События игры происходят в 1403 году в Богемии. Мы не король, не рыцарь и даже не маг, которых тут и вовсе нет. Мы простой сын кузнеца. Когда на деревню нападает войско соседнего королевства, мы не научимся вмиг вертеть мечом восьмерки. Нет, мы чудом спасаемся и дальше нас ждет крайне неторопливое и полное средневековой рутины и грязи путешествия к мести. Но до этого надо хотя бы выжить, не умерев с голоду или не попасть в засаду каких-то голодранцев. Это крайне серьезная и в какой-то мере реалистичная ролевая игра. Мир вокруг нас не крутится и древнее пророчество не ожидает главного героя в соседней деревушке. Все будет крайне размеренно и репетативно. Не всем эта игра подойдет, она требует долгого погружения и желания в ней разобраться. Даже банальный навык чтения не сделан простым перком, а требует походы к учителю и участия игрока. Но именно за столь недружелюбное поведение, при внутренней красоте и логичности, ее и полюбили игроки. Именно поэтому тысячи людей во всем мире пробираются через баги, неудобные механики и сломанные квесты, чтобы еще немного побыть в этом честном и темном мире средневековья. Лучшая спортивная или гоночная игра 2018 года Forza Horizon 4 Эта лучшая аркадная гонка современности заслуженно забирает победу в номинации. В четвертой части мы переехали из солнечной Австралии в Туманный Альбион. Но, безусловно, главной фишкой новой игры стала смена сезонов. Каждый сезон длится недолго, около недели, но при этом кардинально меняет стиль вождения. Сцепление с дорогой, видимость и управляемость – все меняется, когда на смену мягкой осени приходит суровая зима. И, конечно же, куда без традиционного увеличения парка автомобилей. Сейчас их более 450. Также расширилась и кастомизация, и улучшилась картинка. Однозначно перед нами самая красивая гоночная игра поколения. А учитывая скорый конец Онова, то, возможно, это звание никто у Forza Horizon 4 не отнимет. Словом, если вы соскучились по аркадным гонкам, то это ваша игра года. Лучшая киберспортивная игра 2018 года С небольшим отрывом от Overwatch побеждает League of Legends. Совсем недавно мы все лицезрели невероятный финал Worlds, где впервые выиграли некорейцы. Кроме этого, нельзя не отметить и впечатляющую игру Gambit Esports – команды из СНГ, которые действительно показывают хороший рост. К сожалению, под конец года также случилась и не очень красивая ситуация с сокращением выплат командам из СНГ. На сумму, на которую в начале этого же года им это самое финансирование увеличили. Более того, были упразднены несколько крупных СНГ турниров. Конечно, ситуация в СНГ не оказывает особого влияния на мировую арену League of Legends, но наблюдать за этим приятней не становится. В остальном же, одна из самых популярных игр современности продолжает успешно развиваться. А масштаб больших турниров начинает привлекать даже серьезные спортивные телевизионные каналы. Лучшая инди-игра 2018 года Dead Cells еще на этапе раннего доступа оброс армией фанатов. И это неудивительно. Крепкий симбиоз метроид Вании и Рогалика вышел отличный. Причем настолько отличный, насколько никто не ожидал от студии, занимавшейся ранее лишь условно-бесплатными играми, ничего путного. Мы играем за некую субстанцию, которая захватывает ближайшее обезглавленное тело в некой тюрьме. Единственная цель – сбежать. Нам предстоит пройти не менее 8 локаций до финального босса. Но стоит где-то оступиться, не заметить врага, допустить ошибку и все. Нужно начинать сначала. Конечно, мы теряем не все, с нами остаются некоторые умения. Но что важней, как и в любом Рогалике, с нами остаются знания. Мы постепенно запоминаем паттерны противников и начинаем эффективней с ними разбираться. Запоминаем более эффективные билды и более эффективно перемещаемся по процедурно сгенерированным локациям. Прекрасный геймплей, приятная картинка и правильная сложность. Вот что выделяет Dead Cells из ряда множества других игр. Каждый забег становится новым испытанием нашей памяти и реакции. Причем способов победить целое множество. А после десятка попыток, страшный босс, убивавший нас столько раз, будет побежден за секунды после подбора нужного подхода. Именно в этом и заключается магия Dead Cells. Лучшая кооперативная игра 2018 года Warhammer Vermintide 2 Первая часть удачно использовала наработки Left 4 Dead, дополняя их новыми идеями, но и выдыхалась она довольно быстро. В сиквеле была проделана работа над ошибками, и теперь это действительно достойный преемник игры от Valve. Сюжет на Vermintide 2 продолжает события оригинала, добавляя к конфликту силы хаоса. Конечно, скавины и раньше были довольно разнообразны, тут и обычная пехота, и бронированные крысы, и пулеметчики. Но введение тяжелобронированных воинов в шипастых латах однозначно пошло на пользу. Особенно в дуэте с обновленным ИИ-режиссером, генерирующим куда более интересные ситуации, вплоть до неожиданного подкрепления в финале миссии, когда расслабленные после финального сражения игроки этого меньше всего ждут. Отдельно хочется отметить и возросшую кастомизацию игрока, добавляющую к реиграбельности еще десяток другой часов. У каждого класса теперь есть три подкласса, 15 активных умений, пассивки и разросшийся гардероб. Как и прежде, на высоких сложностях требуется слаженная работа всей команды, Поэтому, если у вас есть пара друзей, желающих провести пару новогодних вечеров, зачищая улицы города от антропоморфных крыс, то вы точно проведете время не зря. Лучший аддон 2018 года Мы сомневались, что комьюнити с его текущим настроением все же выберет World of Warcraft Battle for Azeroth. Аддон далек от завершения, но уже сейчас многое происходит. Союзы скрепляются перед лицом общего врага, стороны обмениваются ударами, пепел Тельдрасила и руины Лордерона надолго останутся напоминанием фракциям об их вечном противостоянии. Можно, конечно, много спорить, умер ли Вов или нет, каждый новый аддон умирает, между прочим, но мы сегодня собрались не для этого. Очень давно выход дополнения не вызывал такой бурной активности игроков. Открытый конфликт вновь разделил сообщество, столь привыкшее к хрупкому миру и совместной борьбе против общего врага. К новым расам, сюжету и прочим элементам каждый волен относиться по-разному, но нельзя отрицать оживление сообщества из-за новых событий и поворотов сюжета. Возможно, спустя год, когда БФА завершится, мы вновь увидим сражающихся рядом эльфа и орка, человека и андеда. Но сейчас мы можем полноценно ощутить, как полномасштабная война буквально горит без намека на возможный мир. Лучшая эксклюзивная ПК-игра 2018 года За победу в номинации была ожесточенная борьба между отличной RPG Pillars of Eternity 2 Deadfire, Warhammer 40,000 Mechanicus, неожиданно хорошей игре по Вархамеру, и лучшей стратегией года Frostpunk, который забирает вторую награду в свою копилку. Многие градостроительные стратегии сегодня смотрят в сторону консольного рынка и часто идут на ряд упрощений, чтобы успешно влиться в ограничения консолей. К счастью, Frostpunk исключительно ПК-игра, и не скрывает этого. Множество таблиц, впечатляющая детализация, редкий для жанра микроконтроль. Всё это, кроме уже упомянутых в начале видео плюсов, делает игру достойной этого почестного звания. Лучшая ПК-игра года Ну и как не упомянуть отличную оптимизацию? Даже когда население города вырастает до нескольких тысяч, странно выглядящие роботы десятками снуют по фабрикам, а снегопад настойчиво пытается скрыть поселение под сугробами, игра работает плавно, а баги вымерли как вид в первой неделе релиза. Достойная игра получила заслуженную награду. Так, прежде чем мы перейдём к игре года, нужно вспомнить и самое большое разочарование. И это, конечно же, Fallout 76. Про неё уже было сказано многое. Её разгромили критики, до сих пор ругают игроки, даже сама Bethesda словно не понимает, что делает и закапывает игру всё глубже и глубже с каждым новым скандалом. В Fallout 76 скучно играть одному, скучно играть в компании, даже самые смешные баги не делают игру привлекательней. А отвратительная оптимизация и непритязательный внешний вид отбивают желание и вовсе к ней приближаться. Конечно, это не номерная часть серии, но после подобного спин-оффа будет крайне трудно вернуть доверие публике. Особенно, когда даже сумка из коллекционного издания оказывается лишь фикцией, которую исправляют крайне неохотно, предлагая жалкие 500 крышек в качестве компенсации тем, кто потратил внушительную сумму на игру. Поистине с этим не сравнится ни одна другая игра в этом году, на удивление, богатым на провалы. И вот мы и подошли к главному – игра года. Возможно, вы заметили, что часть номинаций мы не упомянули. Лучшая экшен-игра, лучший визуальный стиль, лучший звук, лучшее повествование, лучшая консольная игра. Всё просто, эти номинации выиграла наша игра года – God of War. Триумфальное возвращение бога войны Кратоса. Постаревший бог слегка успокоился и не производит на первый взгляд впечатления кровавого безумца, которым мы его запомнили по прошлым играм. Но стоит немного углубиться, и сразу видно, что вся ярость и вся жажда крови остались в нём. Но пока глубоко внутри. Он сдерживает их. Сдерживает ради сына, который и не подозревает, кем был его отец. Многие отмечали сходство с Last of Us, тоже взрослый, измотанный жизнью, и ребёнок. И многое в самом деле схоже с тем, что мы видели в истории Джоэла и Элли. Но при этом настроение и акценты совершенно другие. Конечно, ещё многое не сказано. Ружья лишь развешаны по стенам, и видно, что нас ждёт эпичная трилогия, которая наверняка достигнет масштабов оригинала. Тем более, сеттинг переместился из Греции в Скандинавию, с весьма разнообразными мифами, в частности с историей о Рагнарёке, конце света, который мы, несомненно, увидим в конце трилогии. При всём этом, God of War сложно назвать игрой кенцом. Он имеет довольно интересную боевую систему, объединяющую старые приёмы с совершенно новыми механиками. Новое оружие, топор Левиафан, может возвращаться к владельцу, словно молот Тора. Но с каким же звуком и отдачей он это делает? И так работает каждый элемент. Откручиваешь голову троллю или рубишь драугов, тебя не покидает ощущение дорогой игры, сделанной, если не идеально, то близкой к этому. В этом году было мало игр, которые могли бы потягаться в общей проработке всех элементов с богом войны. И картинка, и геймплей, и звук. Чёрт, какой же тут крутой звук. Можно вспомнить лишь недавний Red Dead Redemption 2. Но всё же это игра со своими проблемами и точно не для всех. Кратос же покажет историю, которая может и не сравниться с седьмой Final Fantasy, но точно оставит желание получить продолжение. И это не тот случай, когда история рассказывается так, как будто её не доделали. Нет, история God of War закончена, но история Кратоса и его сына Атрея нет. На этом вторая ежегодная церемония X-Delayed Game Awards подходит к концу. Это был неоднозначный год. Было как много хороших игр, так и хватало откровенно плохих. Грядёт 2019 год, и уже с января нас ждёт множество новых громких релизов. Будем надеяться, что Новый год принесёт нам больше хороших игр, а вовсе плохие игры останутся в 2018-м. На этом всё. Надеемся, вам понравилось. Если это действительно так, вы можете поддержать нас лайками. Если же вам очень понравилось, поддерживайте нас на Патреоне или становитесь спонсорами на канале. За это предусматриваются отдельные бонусы. Ну и как всегда, всем спасибо за просмотр и всем пока.